Когда мы говорили о длинной защите и в частности офффрейминге, я не упомянул о таком элементе, как контроль после удара. То есть чаще всего, когда идет сближение с противником, когда он настроен на клинч, происходит удар, он входит в клинч и мы сталкиваемся в такой позиции. Соответственно, кто лучше умеет ей владеть, тот и перехватывает инициативу. Однако, если посмотрим в частности на Флойда Моевезова-младшего, как он использует фрейминг для контроля дистанции с противником. Что происходит? Например, идет джеб и рука остается здесь. После джеба мы не забираем ее сразу назад, чтобы оказаться в высокой глухой защите. Нет. Мы бросаем руку, неважно, попали, не попали, и оставляем ее на месте чуть согнушись. Тем самым мы выстраиваем ту самую рамку для контроля противника. Отсюда мы уже можем им манипулировать. Даже если он захочет ударить этой рукой боковой, мы просто его выдвинем и пойдем дальше. Точно таким же образом мы можем использовать и другие варианты ударов. Например, мы двигаемся на мышцу боковой и оставляем руку. Я не перекручиваюсь так, чтобы подставить филинг и не пытаюсь забрать руку. Банамой и сразу, неважно, попал, не попал, на зму, на нем сюда и продолжая движение вперед, я оставляю руку. Точно таким же образом мы можем работать после аперкота. Когда мы сокращаем дистанцию, я наношу аперкот и оставляю руку здесь. Таким образом я продолжаю контролировать фрейминг для поворотов и вот сюда, либо сюда. Еще раз. Джерк, рамка. Боковой, рамка. Аперкот, рамка. И из этого уже мы продолжаем те комбинации, которые мы рассматриваем, что можно делать из фрейминга после того, как мы проконтролировали дистанцию. Рассмотрите это мной.